Заместители главы отчитались о проделанной за прошедшей неделю работе. В центре внимания контроль в сфере торговли и безопасность при организации досуга. Специальные рейдовые группы регулярно проводят проверки, пресекая работу незаконно установленных объектов торговли и развлечений. Так, в станице Благовещенское было выявлено несколько незарегистрированных аттракционов. Их работа остановлена. Около аквапарка Тикитак, там появилась эта рогатка с тремя аттракционами, с тремя батутами. Тоже уделите внимание, вот ее еще позавчера там не было, вчера она уже стоит. То есть эту работу надо проводить ежедневно. Это касается и МОН-контроля, и вас. Никаких аттракционов там в парке, пусть где-то есть парк, пусть ходят туда и там занимаются. По-прежнему остается актуальным вопрос по благоустройству и озеленению курорта. Глава города еще раз подчеркнул, зеленое убранство Анапы нужно регулярно обновлять и дополнять новыми насаждениями, а также жестко контролировать вырубку деревьев. Когда вы сажать будете? Покажите мне план. Ну почему? Что, за полгода город обойти не можете? Посмотрите, где пеньки стоят и надо деревья там опозадить. Мы об этом говорили, говорили, говорили еще в сентябре-октябре. Ни за холодную воду никто не пошевелился, понимаете? Есть предприниматели, есть те, есть санатории, пусть сажают. Тогда у меня вопрос, а как его спилили, это дерево, вы куда смотрели? Порубочный билет кто-то давал, кто дает? А? Ну так занимайтесь тогда этой работой, чтобы ее видно было. Это тоже важный вопрос. Озеленение. В летний период остро стоит проблема с увеличением бытового мусора, особенно в частном секторе. Вывоз ТБО проводится регулярно, согласно графику. Однако многие анапчане его игнорируют, выставляя пакеты с мусором на улицу, когда заблагорассудится. В итоге уличные животные разрывают пакеты, ветер разносит мусор по улицам. Такого безобразия на курорте быть не должно, считает Юрий Поляков и ставит задачу провести работу с местными жителями. Графики вывоза мусора. Дайте нам, объявите людям по телевизору, по радио, чтобы люди знали, почему у нас опять мешки стоят на улицах, опять собаки их разрывают, опять весь мусор валяется. Давайте так. Также глава Анапы акцентировал внимание на том, что курорт на сезон уже в разгаре, а это значит, что все службы должны работать в усиленном режиме. Этим летом курорт планирует принять не менее 4 миллионов туристов, и у каждого должно остаться только самое благоприятное впечатление от Анапы. Руслан Душевский, Анапа. Регион.